Всем привет! С вами я Алиса и сегодня я продолжаю новую рубрику на канале. Ее название ТОП 13 самых-самых. В каждом чарте я рассказываю о модных трендах в линейке кукол Monster High или же Ever After High. В первом видео я рассказывала о ТОП 13 самых дорогих кукол Monster High. Ссылка в описании. А сегодня у нас будет ТОП 13 самых дорогих кукол Ever After High. Принцип ценообразования смотрите в описании. И пожалуйста не пишите, что вы видели ту или иную позицию дешевле или дороже. Я обсуждаю только реальные куклы, а не картинки этих кукол с непонятных сайтов. Да, еще вы меня просите сообщать цену в рублях. Хочу заметить, что цена в рублях, как в общем и в долларах, очень субъективная вещь, так как курс валют штука переменчивая, да и в долларах цена не стоит даже в Америке. В общем, заморачиваться с вами и задерживаться мы не будем. Начинаем! Тринадцатое место нашего чарта достается игровому набору Spring and Sprank с очаровательной Лиззи Хартс. Его иногда называют однокомнатной квартирой в силу количества комнат, представленных при развороте плейсета. Цена за всю коробку с куклой 64 доллара США. В рублях получается примерно 4200. С помощью данного набора можно создавать любимые сценки с героями, поэтому цена оправдана. Под номером 12 представлена милашка Ginger Bread House со своей кухонькой из серии Sugar Coated, покрытой или припудренной сахаром. Под Новый год был одним из самых запрашиваемых наборов. Цена чуточку выше, чем у предыдущего конкурсанта, всего на доллар. Его прайс 65 зеленых, что в рублях на сегодняшний курс в 66 рублей примерно 4300. 11 место присуждается Эппл Вайт со своим огромным драконом из серии Dragon Games – Драконьи Игры. Куклу Эппл можно усадить и закрепить на драконе, а дракон может махать крыльями при нажатии кнопки. Цена 68 баксов, то есть 4500. Десятое место в нашем рейтинге занимает наборчик с Меделин Хеттер из чайной коллекции Headtastic Party. Это центральный главный набор серии. Остальные иверяшки приходят в гости на чай к Меделин. Набор стоит 71 доллар, то есть 4700 в рублях. На девятом пункте находятся две иверяшки Fairest on Ice – Датча Свон и Поппи О'Хейр. Коллекция посвящена катанию на коньках. Она запечатлена в эпизоде «Феи на льду». Куклы считаются эксклюзивом американского магазина Walmart и более не выпускаются. Сейчас продаются по цене 73 бакса – 4800 рублей. Восьмое место отправляется красавица Брайер Бьюти Войт Вандерланд. Ее образ вдохновлен прекрасным цветком розы. Она также является эксклюзивом американской сети магазинов Walmart. Цена – 79 зеленых – 5200 в рублях. Седьмое место по праву принадлежит двойному сету – сестрицам Поппи и Холли О'Хейр. Две милые дочери Рапунзель стоят сейчас 89 долларов – 5900 в рублях. Но у них большой потенциал, и они стремятся к первой позиции нашего чарта. На шестом месте нашего топа находится Эшлин Элла Фейрест Он Айс. Благодаря ее завитым крупным локонам и приятным тонам в одежде, она получилась в этой коллекции очень изящной и нежной. И Walmart опять не промахнулся – 92 доллара и 6100 в рублях. А теперь мы плавно перешли к пяти самым-самым дорогим. Кто же это? И пятое место достойно заслуживает тройной сет Трикостлон – слизи Сирис Худ и Хантером. Все куклы одеты в спортивную одежду. Сет является эксклюзивом американского магазина Target. Цена – 95 долларов или же в рублях 6300. Четвертое место переходит Брайер Бьюти Туан Каминг с плейсетом. Это домик в форме книги. Он состоит из трех комнат. Кстати, набор весит около 2,5 килограмм, что и обуславливает его достаточно высокую цену на американскую версию. Он стоит 108 баксов или же 7100. Бронзовое место занимает Рейвен Куин с плейсетом. Way to Wonderland, или как его еще называют – стиральная машина времени. Игровой набор представляет собой панораму, с помощью которой можно воссоздать три различных сцены из мультфильма «Дорога в страну чудес». Цена – 120 долларов – 7900. Серебряное место отправляется к кукле с Сан-Диего Комикона 2015 года, невероятной Рейвен Куин. Цена обусловлена ограниченностью тиража, да и эксклюзивностью места продажи. Прайс – 188 долларов. Это около 12400. Ну и золото получает Комиконовская кукла, правда, уже 2014 года – это Сирис Вульф. Кукла является воплощением сразу двух героев. Собственно, дочери Красной Шапочки, ну и волка. В общем, волчонок в Красной Шапочке, как Бэтмен, стремительно поднимается вверх. 444 доллара, что примерно 29300. И это, похоже, не предел, так как скоро будет третий Комикон для Эвер Афтер. Исходя из итогов рейтинга, можно ясно отметить, что куклы Эвер Афтер в стоимостной категории стоят немного ниже, чем монстряшки. Да и это неудивительно, ведь Эверы начали свое существование на 3 года позже. И их в полной коллекции чуть больше 100 кукол, против 400 в Школе Монстров. Но у них еще все впереди. И напомните родителям, что некоторые куклы, как вино или коньяк, с каждым годом только дорожают. Ну а на этом мне сказать больше нечего. Пишите в комментарии, кто на ваш взгляд заслуженно или не заслуженно получил то или иное место. Ставьте лайки, если вам понравился ТОП-13 самых дорогих кукол Эвер Афтер Хай. И подписывайтесь на канал. Be cool and crazy! Пока-пока! This is your captain speaking, and on behalf of the crew, I'd like to say thanks for flying with us today.